Привет! Это рубрика «Ответы на вопросы». В последнее время много вопросов по After Effects, и эта клёва рубрика живёт. Ролики выходят, вопросы задаёте. Сегодня покажу, как быстро в After Effects поменять начинку контента так, чтобы в другом месте ничего не сломалось. Будет много пересечений с фигмой. С фигмой, сказал, с фигмой, сказал. Компоненты мастера, Ctrl-D будем часто нажимать. Ctrl-D, сделать дубликат, так же как в фигме. Пойдёмте смотреть. Когда занимаешься анимацией своего кейса, часто сталкиваешься с проблемой замены контента. Например, сидел бы хотел над кнопкой, сделал классную анимацию, а дальше по твоему таймлайну будут ещё кнопки. Ты хочешь, чтобы у тебя все кнопки были анимированы, но не хочешь сидеть и с нуля всё настраивать, каждую кнопку повторять те же действия. Можно же взять готовое и скопировать туда. Поменял тексты, может размеры подогнал, и всё, идёшь делать следующей анимацией. А потом возвращаешься по таймлайну в начало и смотришь, тут же у тебя всё похерилось, а назад уже не вернуться по Ctrl-Z. Всё, дорогу перерыли, уже отмена действия не спасёт. Ладно, текст, ладно, размер кнопки. Бывает, ты делаешь целые блоки, вот когда у тебя целый блок потом похерилось из-за того, что ты где-то впереди чего-то там поменял внутри, в какой-то начинке, у тебя тут всё похерилось. Вот, чтобы таких недоразумений избежать, сегодня и поговорим про эти ваши компоненты. Почему говорю компоненты? Потому что здесь очень похоже на фигму. Есть главный мастер, главная композиция, внутри мастера меняем начинку, во всех копиях всё изменилось. Чтобы поменять независимо, нам нужно два независимых мастера, или три, или четыре. Давайте смотреть. Здесь я уже усадил кота, но это пока не композиция, а просто картинка, у которой меняется размер и непрозрачность. Чтобы посмотреть, какие свойства есть у слоя, выбираем слой, нажимаем букву U. Таким способом мы развернули все активные применённые свойства. Таким же образом можем свернуть обратно. Всё, давайте делать нового кота. Нажимаем Ctrl-D, сделать дубликат, точно так же, как в фигме. Ctrl-D, появился новый код, новый старый код. Пока новый старый код. Смечаем в сторону, давайте сразу и третьего сделаем, новый старый код номер два. Название всё то же самое, а самое интересное, что у нас все те же самые свойства. Мы сделали дубликат, а свойства остались. Чтобы поменять начинку, вот я подготовил разных котов, нужно просто зажать Alt и перетащить с панели ассетов, то есть панель исходников, в рабочую область, либо вот сюда, в слои с зажатым Alt. Выбираем нового кота, выбираем, куда будем тянуть, например, вот в этого. Зажимаем Alt и перетягиваем, отпускаем сначала мышку, а потом отпускаем Alt. Если мы не будем зажимать Alt, то мы просто сюда, в рабочую область, вставим новую картинку, у которой не будет никаких свойств. Всё по нулям. Вот, поэтому нужно зажимать Alt. То же самое можно сделать и с панелью слоёв. Так, я вам не мешаю, вроде бы нет. Выбираем, куда будем перетаскивать, выбираем, что перетаскиваем, зажимаем Alt и тащим сюда, отпускаем сначала мышку, потом Alt. А, я перетачил то же самое. Давайте вот сюда новую картинку. Вот, таким образом, с Alt мы перетаскиваем с панели исходников, где лежат исходники, либо в рабочую область, либо сразу в панель слоёв. Вот у нас появился целый отряд самостоятельных котов с одинаковыми настройками. У них у всех одинаковые настройки, а настраивали мы всё один раз. Но это не композиция. Давайте отскроллим назад или просто удалим чью. Давайте отскроллим, да, вернём нашего кота. Вот наш код. Всё, сделаем из него композицию. Нажимаем правой кнопкой Pre-Compose. Обзываем, например, Cat1, сохраняем свойства нашего кота. То есть у нас композиция будет равна размерам нашего кота. Свойства внутрь в композицию не перепрыгнули. Тут у нас не меняется ни размер, ни непрозрачность, ничего нет. Всё это там, снаружи, в главной композиции. Вот тут остались все свойства. Мы просто картинку обернули в контейнер. Просто сделали Frame, да, сделали компонент. Компонент это Frame, это контейнер, вот как в Figma. Здесь, по сути, всё то же самое. Давайте делать новых старых котов. Нажимаем Ctrl-D один раз, Ctrl-D второй раз. Одного нового старого кота направо, одного налево. У нас получилось три клона, но в отличие от Figma, тут нет какого-то ярко выраженного главного царского контейнера, нет такого мастера. Эти все контейнеры сейчас сами друг другу и мастера, и клоны. Не надо искать какой-то определенный, можем поменять начинку в любом из них. Заваливаемся в гости вот к этому коту. Давайте его поменяем на любого другого. Зажимаем Alt, перетаскиваем, а он почему-то как-то не меняется. Отпускаю Alt, и что-то не сработало. Надо предварительно выделить слой, на который мы хотим поменять. Выделяем, и вот теперь с зажатым Alt все прекрасно меняется. Вываливаемся обратно. Как видите, все поменялось во всех контейнерах. Кстати, небольшой Off-Top, такой полезный Off-Top, надеюсь. Вываливаемся обратно. Я обычно это делаю, просто нажимая Ctrl-W, или W-V. Вот это вот двойная буква W. W, наверное, правильно называется. Зашли в контейнер. Чтобы вывалиться, нужно нажать Ctrl-W. Таким образом мы закроем вот эту вот открытую вкладку. Так как мы ее закроем, откроется следующая, которая была перед этим. Таким образом мы как бы вывалились наружу. То есть мы закрыли вот это, а открыли то, что было перед этим. Это очень удобно. Я так пользуюсь постоянно, например, в Skype с кем-нибудь печатаешь. Печатаешь вот это вот маленькое окошко. Нажал Ctrl-W, и все окошко твое закрылось. Очень удобно напечатал, Ctrl-W, или в браузере открыл, например, вкладку браузера, например, полазил, и все, тебе она больше не нужна. Чтобы не целиться вот в этот крестик, который где-то там маленький такой, неудобный, Ctrl-W, все, твоя вкладка просто оп, исчезла. Обалденно удобно, во многих программах работает, часто пользуюсь и вам советую. Зашли в какой-то контейнер, нужно назад вывалиться, Ctrl-W, все, вывалились, классно. Пользуйтесь. Так вот, как видите, во всех контейнерах все поменялось. Давайте зайдем вот в этот, и тут тоже поменяем на какого-нибудь другого кота. Например, вот на этого. Перетаскиваем с зажатым альтом, вываливаемся, Ctrl-W, как видите, во всех мастерах, во всех клонах и мастерах одновременно все поменялось. Не надо было искать какой-то определенный. Вот из-за такой вот особенности поведения компонентов и мастеров частенько и бывает недоразумение. Убежал вперед, чего-то там наделал на дело, вернулся, тут все похерилось, расстроился, Ctrl-Z уже не помогает. Вот и сидишь грустишь. Сколько у нас тут котов? Кажется, их три. Да? Раз, два, три. И в панели слоев тоже раз, два, три. Но в панели исходников кот у нас один. Видите, вот эта вот панель, это панель исходников. Тут лежат все наши коты, все заготовки. И компонент вот этого нашего кота, он у нас один. Просто его три копии. Чтобы сделать самостоятельного второго кота, независимо от первого, нам нужно сделать дубликат не в панели слоев, а просто вот в этой панели исходников. Выбираем первого кота, нажимаем дубликат, Ctrl-D. Смотрите, сразу переименовалось. Смотрите, если мы делаем тут дубликат, нажимаем Ctrl-D, у нас даже новое имя не появляется. Кот как был таким, он таким и остался. Мы просто сделали еще одного точно такого же кота. А когда мы сделаем дубликат вот в этой панели, видите, сколько я наделал? Каждый новый уже меняет название. И если вот теперь мы его перетаскиваем сюда, появляется новый код в панели слоев. Вот так вот это устроено. Нам нужно сделать здесь нового кота и с зажатым Alt тоже его поменять. Мы его перетаскиваем. Мы же делаем копию. Там размеры все те же самые. Начинка вся та же самая. Все свойства, которые применены к контейнеру, все то же самое. Нам нужно просто вот этого кота нового туда перекинуть. Перекидываем с зажатым Alt. Все. Смотрите, у нас код 1, код 1, код 2. Вот этот второй код, он у нас самостоятельный. Если мы теперь внутри этого кота чего-нибудь поменяем, вываливаемся обратно. Первых два кота, они поменялись. И вот эти два кота теперь не влияют на того третьего. Давайте тоже тут поменяем. Возвращаемся обратно. Вот эти поменялись, а тот второй код у нас теперь самостоятельный. Вот и все. Главное понять, в какой момент где делать дубликат. Есть две панели. Панель исходников, где мы делаем самостоятельных кодов, самостоятельные компоненты. И панели слоев, где мы делаем просто копии мастеров. Не новый мастер, а просто его копию. Вот так вот это устроено. Чтобы этот урок не казался уж совсем маленьким, давайте еще немножко про дубликаты и настройку положения. Там у нас была непрозрачность и скейл, а тут вот настройка положения. У нас есть какой-то элемент, который как-то двигается. И нам нужно сделать рядом еще один. Тогда мы что делаем? Выбираем элемент, нажимаем Ctrl D и сдвигаем. Но когда мы сдвигаем, мы же добавляем новый ключевой кадр в настройку положения. Вот наши ключевые кадры положения. Было снизу вверх, а потом еще в сторону. И теперь все это дело выглядит вот так. Вот. Чтобы такого не происходило, можно выделить все ключевые кадры. И вот теперь все это дело сдвигать. Мы сдвигаем одновременно все ключевые кадры в сторону. Вот, а теперь не будет вот такой вот какой-то ерунды. Если речь про векторные элементы, то там есть еще одна хитрость. Когда мы вызываем какое-нибудь свойство, нажимая буквы P, T, S или R, мы вызываем свойство трансформации всего вот этого слоя. Вот у нас есть код. Выбрали его, нажали букву P, запустили секундомер, нажали пробел, остановили, кота сместили куда-то вниз. Мы заанимировали смещение слоя. Давайте все это дело скопируем в векторную фигуру, вставим в векторную фигуру, развернем все вот это, выберем и сдвинем в сторону. Вот мы сделали две одинаковые анимации. В одном случае просто изображение, в другом векторная фигура. Давайте смотреть, чего у них есть внутри. У изображения есть только трансформация, которую мы использовали уже миллион раз. Все эти стандартные свойства рассмотрели не один раз. А вот здесь, внутри векторной фигуры, кроме стандартной трансформации, есть еще один свернутый список. Ректенгл, вот этот вот наш прямоугольник. Есть настройки ректенгла, размеры, закругление углов, настройки обводки, цвет имеется в виду, сама заливка этой фигуры, и еще один список всякой разной трансформации. Тут получается два списка. Один внешний, который относится ко всему слою, а второй внутренний, который относится именно вот к этому прямоугольнику. Давайте заанимируем прямоугольник, чтобы он смещался в сторону. Слой будет смещаться вниз, а прямоугольник будет смещаться в сторону. Поставили в конце ключевой кадр в начале, вот чтобы они совпадали, и вот в этом, когда в конце, мы будем смещать все это дело еще в сторону. И вот что получается. Слой смещается вниз, а прямоугольник внутри вот этого слоя смещается в сторону. Где это можно использовать? Так очень удобно анимировать всякого рода иконки. Например, гамбургер. Давайте заанимируем гамбургер. Выделяем все. Ctrl-A я сейчас нажал. Теперь я нажимаю U, чтобы свернуть все, что не используется, а ставить только то, что используется. Теперь я вот так вот щелкаю по секундомерам. Таким образом я убрал все анимации. Еще раз нажимаю U, чтобы вообще все свернуть. Эй, ну давай, сворачивайся. Возвращаемся в нули. Все, больше никаких анимаций нет. Поставим кота куда-нибудь посередине, чтобы было симпатично. Вот этот поставим по центру. Все, давайте попробуем сделать анимацию гамбургера. Для начала нам нужно изобразить сам гамбургер. Выбираем нашу фигуру, нажимаем Ctrl-D, тащим копию вниз. Еще раз Ctrl-D, тащим вниз. Мы нарисовали иконку гамбургера. Но наша иконка занимает аж три слоя. Это неудобно. В данном случае вроде бы и ничего, но когда у вас будет целый-целый макет, миллион слоев будет, вот это будет неудобно. Конечно, можно обернуть все это дело контейнером, засунуть внутрь композиции, и внутри композиции как-то чего-то заанимировать. Тогда, когда вываливаешься обратно, снаружи это просто один свой. Это, конечно, да. Но когда речь про векторные фигуры, очень удобно все это делать прямо внутри векторной фигуры. Все, что наплодил, удаляю. Заходим внутрь, ищем начинку и проваливаемся вот досюда. Ректенгл 1. И вот тут нажимаем Ctrl-D. Работает так же, как в фигме. В фигме тоже и в левой панели можно Ctrl-D нажимать, и в правой, и в рабочей области. Много где? Здесь вот тоже. И здесь Ctrl-D, и здесь Ctrl-D, и внутри Ctrl-D. Все это дело делает дубликаты. Мы внутри одного слоя сделали два прямоугольника. Еще один делаем. Ctrl-D нажимаем, тащим вниз. Все клево. Вот три прямоугольника. Если мы теперь заходим сделать какие-то трансформации с нашим слоем, то смотрите, что произойдет. Например, Scale. Поставили что-нибудь побольше, поменьше. Мы сразу всю нашу иконку будем трансформировать. Или сдвигать, или как-то вращать, или еще что-то. Это очень удобно. Возвращаемся обратно к Content. Вот. Меня пока смущает, что три сверху, а здесь три снизу. Это неудобно. Во всяком случае, для меня. Мне удобнее, когда она совпадает. Я тогда не запутаюсь, какую часть куда вращать. Поэтому берем и перетаскиваем. Берем два и тащим вверх. Берем один и тащим вверх. Вот так вот это можно поперетаскивать. Все, давайте анимировать. Иконка готова. Проверяем, что анимации нету. Все, давайте анимировать. Пусть наша центральная полоска исчезает. Исчезает это Opacity. Ставим в нули. Home нажимаем. Запускаем секундомер непрозрачности. Ставим ключевой кадр. И указываем 0. Проверяем. Вроде нормально. Выделяем. Ставим F9. На всякий случай, чтобы было чуть пободрее. Поменьше скорость. Вот исчезла. Да? Да. Класс, класс. Все. Теперь все это дело можем свернуть. Когда мы что-то настроили, а потом свернули, то вот нам точки покажут, где у нас чего было. Мы свернули, а точки нам показывают, где ключевые кадры. Это удобно для навигации. Первая полоска, верхняя полоска, будет вращаться. Вращаться это Rotation. Смотрим, чего куда. Она вращается относительно центра. Не то, что нам нужно. Надо передвинуть вот эту вот центральную точку. У нее это центральная точка. У нас пока не центральная. Чего нужно сделать? Выбираем вот этот инструмент. И тащим эту точку вот сюда. Относительно этого угла будем вращать. Rotation ставим в конце. Идем в нули, ставим ключевой кадр. Возвращаемся назад. И здесь смотрим, до какого угла. Ну, как-то вот так, наверное, нужно будет оставить. Смотрим, какой угол. 48. А если 45? Ну, вот, кстати, 45 в самый раз. Все это заанимировали. Проверяем. Да? Да. F9. F9. Класс, класс. И теперь то же самое сделаем у нижней полоски. Внутри одной иконки, внутри одного слоя мы сразу все заанимируем. Это очень удобно, ребята. Я вам честно скажу, я уже столько всяких анимаций у себя поперепробовал. И дошел к тому, что вот так вот в самый раз. Так, а тут значит наоборот. Минус 45. Все, сделали анимацию, кроме одного, кроме F9. Да, не нажали F9. И еще одно кое-чего забыли. Да. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Нужно вернуться вот сюда. И в третьей полоске перетащить вот эту точку, относительно которой вращается. А то не совпало вращение. Все, идем обратно. Ставим Rotation. Идем в нули, ставим Rotation. Еще раз возвращаемся обратно. Минус 45. Проверяем. Все, класс. Анимация готова. Да? Только немножко кривоватенько. В 9 нажимаем. А почему кривоватенько? Потому что нужно будет все это дело немного раздвинуть. Смотрим. До какого нужно раздвигать. Нижнюю тащим вниз. Два раза. А это вверх. Два раза. Попали. Перебор. Значит обратно. Нижняя раз, два, три. Это вверх. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Все вроде теперь в самый раз. Оп. Класс. По-моему, балдеж. Вот мы сделали свой. Один слой. Внутри которого спрятана целая анимация. И теперь вот этот слой можно клево как-нибудь анимировать. Или Scale, например. Вот мы сделали большую иконку. А мы представим, что нам нужен какой-нибудь маленький. Вот мы уменьшили размер, передвинули положение. У нас же внутри иконки может уже быть какие-то там сдвиги с положением. А мы можем взять спокойный вот этот контейнер, вот эту иконку, этот слой, запросто передвигать. И все наши внутренние положения, которые мы там как-то настраивали, они никуда не сдвинутся. Они будут относительно вот этой центральной точки дальше продолжать анимироваться. Все. Поставили вот сюда куда-нибудь гамбургер наш. Можно даже еще больше относительно. Эй, нет, не так. Не то нажал не Position, а S. S Scale. Даже как-то вот так вот. Гамбургер. Поставили. Все, гамбургер готов. Вот представили, что мы навели курсор. У нас такая классная анимация. Вот такой у нас сегодня классный урок. Про Ctrl D. Теперь вы знаете, что можно Ctrl D и там, и там, и там. И как все это дело делать дубликат. Если было полезно, да даже за котиков можете поддержать. Котики, как это видео с котиками и без лайка. Ребята, поддержите. Вам не жалко, мне спасибо. Вам не жалко, мне приятно. Всем спасибо. Скоро увидимся, услышимся. Пока. Вот прикол. Забыл попить. Представляете, так заговорился, так увлекся, что в процессе забыл попить. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»